Человек решил устроиться на работу, почитал истихара, утром вышел, пошел сильный снег или сильный дождь, он говорит, так, это плохой знак, значит, не нужно идти на работу. Или человек сватается к невесте, колесо проколото, нет, значит, вся жизнь будет такая древая. Никто не пожалел никогда, когда он советовался с Творцом, о Аллах, я делаю истихара и прошу тебя, одевать мне хиджаб или нет? О Аллах, я женился, содержать ее или нет? Заслуживает она этого или нет? В этом вопросе следует делать истихара. Это уже предписано, это обязательность. Хвала Аллаху Субханаху Вата'аля, Господу миров, милостивому, милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мир и благословение последнему пророку и посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и не покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. О те, которые уверовали. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, по своей милости и мудрости скрыл от знаний людей сокровенное. А это их будущая жизнь. Аллах, субханаху ата'аля, скрыл сокровенное и сказал, никто не ведает о ней, о информации, сокровенной Аллахом, кроме Него лично самого. Даже ангелы не ведают, кроме того, что Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, позволил им узнать. Вся жизнь человека – это тайна. Каждый из нас, находясь в утробе своей матери, Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, отправил к ним двух ангелов, которые записали удел человека. Его адель, его жизнь, будет ли он счастлив, либо нет, и его деяния. И поэтому каждый день, каждое утро и каждый вечер мы встречаем в состоянии, когда мы не знаем будущего. И от этого наши сердца спокойны, но они всегда в поисках, что же будет завтра. И без сомнения, человек желает для себя самого лучшего. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, говорит в Коране, «Возможно, вам что-либо не понравится, Аллах говорит, возможно, что-то вы возненавидите. Но в нем для вас есть благо, и возможно, наоборот, вы что-то возжелаете, либо пожелаете, либо полюбите. Но для вас в нем есть зло и вред. Поистине Аллах знает, а вы не знаете». Этими словами Аллах завершил этот аят, обратив наше внимание на то, что наши знания, они очень ограничены. И мудрость Аллаха в том, что Аллах скрыл от человека. И поэтому человек до конца не знает, что для него хорошо, а что для него плохо. За исключением основ, которые на это указывают. Например, быть здоровым – это хорошо. Быть крепким – это хорошо. Быть верующим – это хорошо. Не об этом речь, а речь о деяниях, которые человек мешкается между ними. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил свою умму молитве. Молитве, которая является причиной спокойствия сердца человека и причиной правильного выбора. Многие вы знаете и слышали о дуа и стихарах. Либо же салат или стихарах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил, он делал это сам. И научил свою умму поступать таким образом. И спрашивать у Аллаха совета. И спрашивать у Аллаха помощи в выборе правильного решения. Это сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда человек стоит перед выбором, сделать либо нет, взять либо оставить, отдать либо забрать. И поэтому человек, когда стоит перед выбором, он не знает, какое правильное решение принять. Тогда он становится заложником страха, переживаний, тревоги и тому подобное. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обучал нас дуа и стихара, так как он обучал кого-либо из нас сурам из Корана. Обратите внимание на важность знаний этой молитвы, так же, как мы изучаем сурам, без ошибок, для того, чтобы наша молитва была действительной. Он сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обучал нас дуа и стихара, так как он обучал нас сурам из Корана. И он сказал, если кто-либо из вас пожелает совершить деяние, то пусть он совершит два раката молитвы. То есть, означает, если кто-либо из вас пожелает совершить какое-то действие, но не знает, конец решения, конец или последствия этого действия будут благополучны, либо нет. Например, человек желает жениться, и он желает посвататься к невесте, либо же наоборот, невеста желает выйти замуж, девушка желает выйти замуж, и к ней сватается определенный человек. И человек не знает сокровенного, он не знает последствия завтра, что будет, будет конец благим, либо же нет. В этом вопросе следует делать и стихара. Человек желает купить машину, он не знает, вроде бы он ее покупает из салона, возможно, он покупает ее уже с рук, но все равно в этом он не знает, будет ли она для него служить во благо, либо нет. Либо он покупает дом, либо же он устраивается на работу, либо же он выбирает, куда поступить ему и где учиться. И он, сунна и стихара, читается только тогда, когда человек стоит перед выбором и не знает, что выбрать. И не знает, его последствия будут благим, либо нет. И поэтому посланник Аллаха, салаллаху салам, сказал, пусть почитает два раката дополнительной молитвы. То есть, не обязательной, а дополнительной. А затем скажет. Аллахумма инни астахирука би альмика у астахдирука би кудратика. Фа иннака тааламу вала а'ламу. Фа иннака тақдиру вала ақдир вала тааламу вала а'ламу. О Аллах, я прошу Тебя о помощи дать мне или сделать мне правильный выбор. Я прошу Тебя Твоим знанием и Твоим могуществом. Поистине, Ты знаешь, а я не знаю. И Ты можешь, а я не могу. О Аллах, если Ты знаешь, что это деяние, и человеку следует упомянуть, какое действие. Жениться на ком-то, поступить на учебу, выбрать факультет, либо же поступить, устроиться на работу и тому подобное. Упоминает это действие. Затем говорит. О Аллах, если Ты знаешь, что в нем для меня будет благо, тогда предопредели его для меня. И дай мне в нем благо. В быстром будущем, либо же в далеком будущем. О Аллах, если Ты знаешь, что это дело, в нем для меня будет зло, то не дай мне его, отдали меня от него и отдали его от меня, и суди мне благо, где бы оно ни было. Это дуа. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, научил этому дуа, и это является действием Иссуны, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, которое помогает человеку сделать правильный выбор, после которого он не будет сожалеть. Второе. Он успокаивает сердце человека. И поэтому следует, когда человек читает намаз, а затем делает дуа из тихара, он может его почитать перед ташахудом, перед саламом, а также после того, как он даст салам, поднять руки и сделать этот дуа. Но также желательным является советоваться. Шея Халислам бин Тимир, рахмахуллах, говорит, никто не пожалел никогда, когда он советовался с Творцом, когда и спрашивал помощи в выборе у Творца, и советовался с Творением, в том, что он желает совершить. И поэтому Аллах, субханаху ата'аля, говорит, «Ва шауирхум фил амар, фаидзе азамте фатаваккал аля Аллах». Аллах говорит пророку Мухаммаду, салаллаху айсалям, советуйся с ними. И если ты решил, тогда держись и будь стоек в этом, и уповай на Всевышнего Аллаха. Также и дуа из тихара. Человеку следует обязательно посоветоваться с людьми компетентными в той сфере, относительно которой он советуется. Если это бизнес, то с бизнесменами. Если это строители, то понимающими стройки. Если это женитьба, то те, которые могут дать хороший совет. И таким образом человек отдалит путем совета, отдалит свое желание или стремление к чему-либо и полностью возложит принятие данного решения на Аллаха Субханава Та'Алла. Что означает возложить? Это означает, что человек, когда почитает из тихара, сделает дуа, посоветуется, либо же сперва посоветуется, а затем почитает из тихара. это означает, что человек должен делать после этого те действия, которые он желает делать. Не ждать каких-то знаков, а он должен действовать. Например, если он желает посвататься, тогда он должен почитать из тихара, посоветоваться и идти свататься. А получится или не получится, этот вопрос возвращается к предопределению Аллаха, то есть к результату твоему из тихара. И поэтому Аллах Субханава Та'Алла говорит, возможно, что-то вы пожелаете. Человек может испытывать определенные чувства и сказать, вот я хочу жениться только на ней. Или она скажет, я хочу выйти замуж только за него. Потому что зародились чувства. Но человек не знает сокровенного, и поэтому, когда он почитает из тихара и сделает и посоветуется, то Всевышний Аллах Субханава Та'Алла различными путями уведет его от этого дела. Либо же ему откажут, либо же он сам передумает, либо же у него отпадет желание. И все это указывает на то, что Всевышний Аллах Субханава Та'Алла не дал, значит, ему в этом благо. И человек не должен после этого сомневаться. Ведь он просил знанием, могуществом того, кто знает все и в состоянии сделать все. Тем самым признав свою неспособность и немощность. И поэтому те, которые уверовали. мы каждый день принимаем различные решения. Но как мало мы знаем сунну посланника Аллаха саллаллаху алейхи салям, либо же не придаем ей должного значения. И как часто мы сожалеем о содеянном и говорили, о, если бы я не торопился, о, если бы я этого не делал, так где же ты был относительно этой сунны. Знайте сунну посланника Аллаха саллаллаху и применяйте, и тогда вы увидите ваше решение будет максимально правильным. Простите у Аллаха прощения тем прощающим милосерд. Мы сказали, что Истихара это сунна посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям. И мы сказали, по сунне читается два раката молитвы, затем читается дуа, затем человек советует, советуется, а затем совершает это действие. Некоторые люди ошибочно понимают, что Истихара это некое такое состояние, в которое человек должен впасть или увидеть что-либо во сне. Это неправда. Аллах может ему что-то показать во сне, по причине чего он примет решение, либо же не примет. Но это не означает, что нужно ждать сны, нужно ждать знаки, или же уповать на знаки. Например, человек решил устроиться на работу, почитал Истихара, утром вышел, пошел сильный снег, или сильный дождь, он говорит, так, это плохой знак, значит, не нужно идти на работу. Или человек сватается к невесте, колесо проколото, нет, значит, вся жизнь будет такая древая. Это неправда. И это не сунный посланник Аллаха, саламу, саламу. Ты должен действовать, ты должен прийти, и то, что ты у Аллаха просил, ты должен совершать его. И Аллах тебя уведет, или приведет к нему, и даст в нем благо, либо же уведет. Так же Истихара не читается в вопросах фарда, или же в обязательных вещах. Например, «О Аллах, я делаю Истихара и прошу тебя, одевать мне хиджаб или нет?» Истихара в этих вещах не читается. «О Аллах, я женился, содержать ее или нет? Заслуживает она этого или нет?» Это фарт, это уадиб. И поэтому в обязательных вещах Истихара не читается. Это уже предписано, это обязательность. Так же в предписанном, либо же в оставлении харама. Человек работает, например, продает спиртное, или занимается расставщичеством, риба, и делает дуа, «О Аллах, меня ставит этот бизнес или нет?» Истихара в этих вопросах не читается. Это очевидно, что оставление этого дела является уадибом, и обязательно. Истихара читается в дозволенном, и когда человек не знает, какое решение ему принять. Но если он знает из двух вещей, что лучше для него, тогда Истихара не читается. Например, человек покупает машину с салона, или же взять ему старую машину, и он убежден, что с салона лучше, тогда он берет ее из салона. Но он может читать Истихара непосредственно в этой марке, или в этом салоне, или эта машина, есть ли для нем благо или нет. но не в тех вопросах, в которых очевиден ответ. Также некоторые люди впадают в ширк, в многобожие, когда начинают верить, становиться суеверными и верить в знаки и какие-то косвенные указания, приметы. Это является ширком, это является многобожиим. Потому что ничто не способно изменить судьбу, кроме, никто не может изменить судьбу, кроме Аллаха. Дать и лишить может лишь Аллах. Не может события. Веник стоял, упал, он на это не влияет. Или соль рассыпалась, или же подметать за гостем, или же кошка черную дорогу прошла. Это все является суеверием. И в исламе нет ничего из этого. У него доли. Это все является грехом и ширком. Раньше арабы, во времена, до исламского периода, так принимали решение, бросали некие жребья. По полету птиц определяли, делать им или нет, и тому подобное. В исламе это является запретом. И это является ширком. И поэтому принимать решение, определяясь на какие-то знаки, также является запретным. Вот сегодня пошел дождь, значит сегодня неблагоприятное время. Пошел сильный снег, значит неблагоприятное время. Это все является суеверием. И упование, или же связывание пользы и вреда человеку, связывание с какими-то событиями. Это является ширком, потому что дарует, лишает, помогает, защищает лишь Аллах, субханаху ваттхан. И это мы с этим сталкиваемся ежедневно. Мы с этим сталкиваемся каждый день. И поэтому помните сунну посланника Аллаха, саллаллаху ассалям, и бойтесь приобщить к Аллаху равных через суеверие и тому подобное. Простите у Аллаха прощения, этом прощающие милосердие. Субтитры создавал DimaTorzok